«Гнотисе Аутон» – «Познай самого себя». Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале XX века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова, изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Марины Аствацатурян на Первом медицинском канале. Кибитов Александр Олегович, доктор медицинских наук, руководитель лаборатории молекулярной генетики Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского, ведущий научный сотрудник отделения трансляционной психиатрии Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева. Область научных интересов профессора Кибитова – «Психиатрия, генетика, геномика, биологическая психиатрия, молекулярная генетика человека, нейрохимия, фармакогенетика, аддиктивные расстройства, нарушения пищевого поведения, психонейроэндокринология». Он автор более 250 научных статей, член ряда российских и международных профессиональных обществ, в частности член правления, председатель секции по психиатрической генетике Российского общества психиатров, общества фармакогенетики, фармакокинетики и персонализированной терапии, а также Всемирной федерации обществ биологической психиатрии. Александр Кибитов – один из основателей и координатор Российского национального консорциума по психиатрической генетике и участник Международного консорциума по психиатрической геномике. Профессор Кибитов в студии медицины «В контексте». Здравствуйте, Александр Олегович. В нашей программе, говоря о человеке как о социобиологическом объекте, мы часто отмечаем его особенность головного мозга, уникальную в животном мире. Его уникальность и граничащая иногда с гениальностью, она считается имеющей плату. Определенной этой платы являются расплата за это, психические заболевания. Идея может быть спорна, о ней можно спорить, можно принимать, не принимать. Сейчас речь не о ней. Сегодня речь у нас пойдет о вкладе в развитие психических заболеваний, генетических факторов. Вам слово, пожалуйста. Спасибо, Марина. На самом деле я хотел бы вашу мысль прокомментировать. Это очень известная точка зрения, и она имеет глубокие корни, философские, религиозные, в конечном итоге материалистические, биологические, генетические. И да, безусловно, гомо сапиенс обладает уникальным органом, уникальным инструментом с уникальными функциями. Это головной мозг. И именно этот инструмент и его возможности сделали гомо сапиенсом тем, что он есть сейчас. Однако, как известно, есть хорошая сторона, есть плохая сторона. И для человека, и для популяции, и для общества в целом, бремя психических заболеваний достаточно серьезно. Оно не уменьшается, оно нарастает во всем мире. И на сегодняшний день психическими заболеваниями в разной степени. От тяжелых форм, которые требуют госпитализации, до сравнительно легких, когда пациенты сохраняют социальное функционирование и, в общем-то, при должном лечении ведут хорошую, нормальную жизнь. Так вот, совокупно, по разным оценкам, от 30 до 40% популяции, это огромная цифра, имеют психические заболевания. Но вообще это каждый третий называется. Ну, посчитать можно по-разному. Да, здесь очень сложные вещи, связанные с диагностикой. И это будет одна из важных мыслей сегодняшнего разговора. Дело в том, что диагностика психических заболеваний, она занимает особое место в медицине. В отличие от множества других медицинских ситуаций, от других диагнозов, от соматических заболеваний, в психиатрии мы не имеем ни одного на сегодняшний день биологического, валютного, достоверного маркера заболевания. И это ключевой момент, который отличает психиатрию вообще от других медицинских специальностей. Это ключевой момент, на который направлены все биомедицинские исследования психиатрии, то, чем занимается биологическая психиатрия. И второй момент, не менее важный, а может быть даже более важный, это то, что о механизмах развития психической патологии мы на сегодняшний день, несмотря на почти 100 лет изучения, знаем немного. И именно эти вопросы нуждаются в том, чтобы их изучить, продвинуть и в конечном итоге решить с помощью генетических методов. Мы хорошо понимаем, что у нас нет возможности анализа органа, который болен, то есть живого мозга человека, с помощью ни одной из инструментальных методик, которые нам на сегодняшний момент доступны. Это еще одно отличие, оно вытекает из первых двух психиатрий, от других медицинских специальностей. И на сегодняшний день разве что нейровизуализация дает нам некоторые возможности оценки работы главного мозга ин вива, то есть живую, у здоровых людей, у пациентов. Все остальные методы, все остальные возможности, они исключены. И это является огромным ограничением для развития биологической психиатрии. И на сегодняшний момент, вот уже на втором десятилетии XXI века мы понимаем, что здесь нам очень сильно может помочь генетика. Таким образом, важнейшей целью генетических исследований психиатрии — это попытаться разгадать важнейшие биологические механизмы, которые лежат в основе заболевания, и найти, валидировать, испытать и внедрить в клиническую практику, эта задача крайне актуальна, эффективные биомаркеры самого риска развития заболевания, того, как оно будет протекать, клинического прогноза и в конечном итоге эффективности терапии заболевания. Вот история с биомаркерами, она вообще сложная. Разные авторы, разные научные школы вкладывают в этот термин разные смыслы. Но общим концептом, общей парадигмой сегодняшней биомедицины, персонализированной медицины, является то, что нам нужны наборы этих маркеров, с помощью которых мы достаточно хорошо сможем в идеале, конечно же, до начала лечения или даже до начала заболевания оценить риски развития и оценить вот всю вот эту цепочку, которая показана на слайде, придя в конечном итоге к прагматическому вопросу, к прагматическому решению, какая терапия лучше поможет конкретному пациенту. Почему генетика и почему психиатрия? Огромный пласт исследований классической медицинской генетики это близнецовые, семейные исследования, исследования приемных детей, совершенно четко и ясно говорят о том, что вклад генетических факторов в риск развития психической патологии очень высок. Психические заболевания накапливаются в семьях, отмечается достаточно высокий уровень наследуемости, до 70% и даже до 80% с лишним для, например, шизофрении и биполярного аффективного расстройства. Мы понимаем, что генетические факторы крайне важны, крайне актуальны и являются активным агентом в ситуации, когда заболевание может развиваться и является даже не толчком, а скорее основой той системы факторов, которые могут приводить к развитию психической патологии. В историческом аспекте после огромного количества семейных исследований наступила эра молекулярно-генетических исследований. Условно говоря, граница этой эры начинается с самого конца 80-х годов и, конечно же, эти исследования продолжаются и сейчас. Основная идея этих исследований – это поиск ассоциаций или неких связей между теми или иными генетическими вариантами, их называют генетическими полиморфизмами, и фенотипом. О фенотипе мы поговорим чуть позже. В данном случае под фенотипом понимается, прежде всего, диагноз некого психического заболевания. Эти исследования носят название исследований генов-кандидатов. Из названий очевидно, что из огромного количества, множества человеческих генов, выбираются те, которые каким-то образом на основании определенных предварительных экспериментальных результатов, клинических исследований, теории, этиологии и патогенеза могут быть вовлечены в формирование генетического риска развития заболевания. Сам подход, основанный на гипотезах, с одной стороны является абсолютно правильным, потому что каким образом среди 20 тысяч генов человека найти те гены, которые стоит изучать. С другой стороны, именно то, что исследователи заранее выбирают гены и их генетические варианты, является объектом критики. Следующий этап развития исследований был направлен на то, чтобы поменять парадигму, не ограничиваться известными системами, известными представлениями об идеологии патогенези. Но важным результатом долгого периода эры генов-кандидатов явилось то, что несмотря на то, что и гены, и полиморфизмы выбирались согласно теориям и экспериментальным данным, в очень важной статье Кендлера 2014 года было очень четко показано, что, к сожалению, генетические исследования с применением генов-кандидатов не подтвердили ни одной из теорий этих патогенеза. То есть, с одной стороны, гены выбирались, потому что это правильно, а с другой стороны, несмотря на огромное количество результатов, конфликтных, очень мало данных подтвердились разными группами в разных популяциях и так далее и тому подобное. Но даже при таком подходе подтверждение устоявшихся теорий о том, как развивается заболевание, не было получено. Важная вещь, о которой говорится всегда, и мы о ней тоже поговорим, это отсутствие репликации данных. В науке это крайне важная ситуация, если кто-то где-то на какой-то популяции определенным методом получил определенные результаты, то эти результаты должны быть кем-то повторены. В этой же популяции, в другой, или с помощью того генетического метода, или другого, с помощью такого же метода фенотипирования, или другого, но должны быть найдены некие данности. Потому что биологическая психиатрия, несмотря на то, что она психиатрия, она опирается все-таки на материальные основы и требует доказательности. Так вот, репликации данных за всю эпоху генов-кандидатов практически не было получено. Следующий этап, связанный с бурным развитием генетических технологий, это те же самые ассоциативные исследования, но на совершенно другой основе. Главным принципом полногеномных исследований, или дживасов, это английская аббревиатура, является полное отсутствие гипотезы. С точки зрения методологии и науки, это очень хороший подход. То есть мы берем огромную совокупность данных человеческого генома. Это тоже, наверное, важно количество образцов, скорее. Это следующая история. Количество образцов на этапе развития, который называют сейчас эрогенов-кандидатов, оно на самом деле было не таким маленьким. Начинали в конце 80-х сотен, продолжали, уже приближались к тысячам, и на сегодняшний день продолжающиеся исследования в рамках этой парадигмы оперируют тысячами пациентов, тысячами здоровых людей. Это не так мало. Но объектом исследования в ситуации, когда нужно выбрать гены-кандидаты, являлось небольшое количество генов. То есть генетические панели в этом дизайне составляли в максимуме 100-200-300 генов и, соответственно, какое-то количество полиморфизмов. То есть материал для анализа был очень неплохой. Какая ситуация с дживасами? Нет гипотезы. Мы берем все варианты, которые мы можем видеть в геноме, оговорюсь сразу, это существенный недостаток дживаса. Изучается только один вид полиморфизма, это так называемые однонуклеотидные замены или S&P, которые на самом деле, конечно же, не исчерпывают генетического разнообразия человека. Тем не менее, их много, их легко детектировать, и на базе полного отсутствия гипотезы появляется возможность, хорошая, уникальная возможность, закрыть предыдущие данные, полученные в эксперименте, в клинике, где-то еще, и посмотреть, что на самом деле может лежать за представлением о формировании генетического риска психической патологии. Выборки тут нужны очень большие. В начале, когда появились первые дживас исследования, это 2008-2009 год, в этой выборке были около 3-5-6-10 тысяч в каждой группе. Грубо говоря, весь дизайн сводится к тому, что берутся пациенты, берутся здоровые. Как они отбираются, это отдельная история, мы об этом поговорим. Но даже на таких выборках появились первые результаты, которые естественным образом немедленно подверглись критике. Все не так, вы делаете все неправильно. Нельзя забывать о теориях и гипотезах. Вы занимаетесь какой-то ерундой, это биоинформатика, а не наука. И эти обвинения продолжают звучать до сих пор. И первый этап дживас исследования, это примерно 7-8 лет, это этап накопления данных. В любом новом научном методе этот этап должен быть. Он был отмечен тем, что выделено у меня жирным. Это снова отсутствие репликаций и снова конфликтные результаты. Казалось бы, парадокс. Мы берем огромное количество людей на тот момент, мы берем огромное количество генетических данных. И снова ни одна группа не смогла реплицировать данные другой группы. Два слова по поводу эпигенетики. Потому что без этой истории мы, к сожалению, не можем обойтись здесь. Наша встреча не по поводу эпигенетики. Я упомяну буквально наиболее важные вещи. Это то, без чего сейчас не рассматривается генетика. Ну да. Если говорить очень упрощенно, и отвечаем огромному количеству оппонентов, можно сказать так, что эпигенетика это то, что позволяет геному быть живой системой. Потому что все генетические изменения, которые фиксируются в ДНК и в геноме, это данность, это матрица. И любая клетка нашего организма, имеющая ядро, соответственно, имеющая геном, должна как-то работать. И мы понимаем, что нейрон и остеоцид это разные клетки, но у них один и тот же геном. И в плане рассмотрения в аспекте биологической психиатрии эпигенетические вопросы, они выходят и очень стремительно, выходят на первый план. Вплоть до того, что многие известные препараты для лечения психических заболеваний, например, хорошо известный Вольпрат, оказывается, являются активнейшим эпигенетическим агентом, как выясняется. И многие фармфирмы из большой фармы сейчас говорят, а возможно и разрабатывают препараты, которые будут способны влиять на эпигенетическую систему. Тем не менее, надежды понять, то, каким образом формируется риск психических заболеваний с точки зрения эпигенетики, на сегодняшний день приводят к тому же угнетающему результату. Во-первых, данных намного меньше, чем в генетике. Во-вторых, они в основном носят экспериментальный характер, это понятно, это модельная система, модельные организмы. И попытки проанализировать эпигеном, термин аналогичный геному, у пациентов они есть, они предпринимаются. И здесь именно развитие технологий, то есть технической стороны, плюс биоинформатики, оно позволяет иметь определенные надежды. Пока, к сожалению, репликации нет и конфликтный результат. Собственно, первая часть нашего разговора подводила нас к этому слайду. Это классические вопросы, не только русской интеллигенции. А кто, собственно, виноват в этой ситуации? Неужели ситуация настолько безвыходна, настолько бесперспективна, что исследования в области психиатрии, а конкретно психиатрической генетики, нужно закрыть, прекратить тратить миллионы долларов, миллиарды долларов во всем мире. То есть это тупик. И если это не так, то надо понять, кто в этой ситуации виноват, игроков, которые мы сейчас рассмотрим, и, собственно, что делать, какие есть возможности выхода из этой ситуации. Чуть-чуть вернемся к классическим представлениям. С точки зрения медицинской генетики, психические заболевания – это нечто уникальное, это часть обширного класса болезней и наследственного предрасположения. Большинство заболеваний человека относятся к этому классу. Кроме инфекционных, и то, как посмотреть, как посмотреть, что есть предрасположенность к инфекции. Потому что есть, если можно, мы два слова отключемся. Это, кстати, часто тоже говорят, как оппонирующая страна. Но что вы говорите ерунду? Есть же вот такие-то заболевания, где генетика ни при чем. Ответ. При чем? Кто отвечает за иммунную систему человека? Геном. Кто отвечает за входные пути инфекции? Простейшим образом. Если речь не идет о холере, например. А вы знаете, а вот большой вопрос. Если подходить к тяжелым инфекциям с точки зрения современных методов, то нужно взять большую выборку, как сейчас с ковидом делают, посмотреть людей заболевших, тяжело заболевших, легко заболевших. Заболевших бессимптомно и заболевших не заболевших. То есть получивших контакт... Уже есть данные полуфиномные, есть на уровне интерфероновых рецепторов. Вот я недавно буквально на днях читала. Уже есть вот эти дживасовские исследования. То есть нельзя, конечно, сказать, что генетика виновата во всем. Но если правильно анализировать генетический вклад, то геном участвует во всем. Другой вопрос, как он участвует. Активно, неактивно. Что нужно для того, чтобы геном среагировал так, чтобы потом это привело к развитию заболевания. Вот это важные ключевые вопросы. Они вообще выходят за рамки, наверное, даже медицины. Но оставаясь в русле нашего разговора, что важно, что психические заболевания не являются вещью в себе. И биологическая психиатрия, и психиатрическая генетика рассматривают их в общей концепции, взгляда на современную медицину. То есть это не нечто уникальное, которое обладает свойствами кантовской вещи в себе в полном понимании этого слова. Непознаваемое, недоступное, и надо принять как есть. Нет, это не так, конечно же. Что важно? Есть концепция генетического риска. Она есть и в соматических заболеваниях, но в психиатрии она приобретает особые свойства. Чуть позже мы об этом поговорим. И важным является то, что заболевание полигенное, огромное количество генов с небольшим эффектом, принимает участие в формировании генетического риска. И заболевания мультифакториальные. То есть комплекс факторов должен определенным образом сработать для того, чтобы это заболевание манифестировало. То есть риск перешел в факт болезни. Хорошие представления о том, что имеется некая биологическая предрасположенность. Вот здесь приведено одно из определений. То есть это некая ситуация общебиологическая, которая каким-то образом, термин предрасположенность предполагает это представление, подготавливает, формирует организм человека таким образом, что риски, мы все время будем говорить о рисках, повышаются в сторону развития того или иного заболевания или комплекса заболевания. Они могут быть связаны и генетически в том числе. С точки зрения медицинского взгляда или даже обычного взгляда, это наличие семейной отягощенности. Что такое семейная отягощенность? Это всего лишь факт наличия в роду пациента в классическом понимании, по материнской линии, по отцовской линии, родственники разной степени родства, у которых либо были, либо возможно. Потому что мы не так хорошо знаем свою историю, и мало есть людей, которые до третьего колена знают, или знают о том, что был диагноз. Конечно же, нет. Но накопление психической патологии в семьях – это наиболее известный факт. Он известен несколько веков. Именно он послужил основой того, что психиатрическую патологию достаточно давно рассматривают как генетическую проблему. Это действительно так. И это есть на уровне обычных людей, это есть на уровне планирования браков и тому подобное. Концепция, которая здесь представлена, не нуждается в очень долгом рассказе. Имеется достаточно высокий уровень гетерогенности, то есть разнообразие. И эта гетерогенность касается и предполагаемого генотипа заболевания, и не столько предполагаемого, сколько измеряемого, фиксируемого его фенотипа. Био-психосоциальная модель, недавно мы отметили ей 40 лет, была сформулирована Энджелом, которая, кстати говоря, часть своей научной карьеры посвятила психиатрии. Это очень важно и приятно. Она за эти 40 лет подверглась достаточно серьезной критике, и в то же время она развивалась. И на сегодняшний день ее можно рассматривать как очень хорошую, качественную модельную парадигму для построения и теоретических, и практических, и построения моделей, для того, чтобы понять, каким образом формируется психическое заболевание. В упрощенном виде, она представлена на картинке, три домена, три группы факторов, биологические, личностные и социальные, участвуют в формировании риска развития психических заболеваний. Очень важным моментом является то, что мы не имеем права рассматривать каждый домен отдельно. Если мы попытаемся это три единства разъять, мы получим результаты, которые, скорее всего, не будут соответствовать тому, как функционирует на самом деле эта система. Что важно, каждый из этих доменов имеет свой уровень генетического контроля. В отношении биологического домена это понятно, это очевидно. Это все те биологические машины, которые могут принимать участие в развитии заболевания, в формировании риска, быть элементами этиологии и патогенеза. И очевидно, что оценочный уровень генетического контроля крайне высокий, условно говоря, до 90%. Личностные факторы. Здесь начинается огромное количество споров, огромное количество трений с коллегами, например, с психологами или с когнитивистами, которые говорят, что вы, какая генетика. Здесь человек, у него есть свои черты личности. Вот такой-то, условно говоря, истерик, он более склонен к такому-то варианту развития патологии. А вот этот, он вообще демонстративный, у него все пойдет по-другому. На самом деле, с точки зрения биологической психиатрии, как биологической медицинской науки, в максимуме до 60% можно оценить суммарное генетическое влияние на черты личности, характера и темперамента человека. Для психических заболеваний этот факт очень важен, потому что, предполагая наличие некого биологического генетического фундамента, мы понимаем, что более высокий уровень организации, личность человека, тем не менее, контролируется генетически и уже начинает вступать во взаимодействие в рамках вот этой триады, которая у нас будет завершаться, но не исчерпываться социальными факторами. В отношении генетического контроля социальных факторов это, пожалуй, наиболее острый момент, потому что здесь специалистам, которые изучают эти процессы, эти особенности, эту патологию в отрыве от биологии и от генетики, крайне сложно преодолеть барьер и согласиться с тем, что, например, на уровне социального функционирования, социальной адаптации, а если говорить о биологической основе этих процессов, то это индивидуальный характер реакции на стресс, и в конечном итоге это механизмы социализации. Возвращаясь к началу нашего разговора, это абсолютно не уникальная ситуация для гомо-сапиенс, потому что существует огромное количество очень серьезных, очень качественных экспериментальных исследований на животных, которые показывают не просто генетический контроль социального поведения, они показывают все многообразие того, как социальное поведение в эксперименте, конечно же, может с одной стороны подвергаться генетическому контролю, а с другой стороны создавать условия для то, что можно назвать экспериментальной микроэволюцией, выживаемости в социальном плане особей с определенным генотипом. И это не исчерпывается представлениями о бальвахо-самцах и гамма-особях на самом деле, потому что всеми сейчас успешно или, не знаю, забытым или незабытым направлением под названием бихевиоризм, оно ведь абсолютно биологическое по сути. И то, что удается показать на животных, причем на животных совершенно разного уровня, это не обязательно мыши и крысы, это и насекомые, это и черви. То есть спускаясь вниз по эволюционной лестнице, мы очень хорошо видим, что генетический контроль социального поведения, социальное поведение начинается там, где хотя бы две особи, могут быть разного пола, может быть одного пола, но геном крайне чувствителен к этим вещам. И если смотреть на эволюционный характер этих вопросов, то тут можно говорить о некой социальной эволюции в биологическом, в правильном понимании этого слова. Какие особенности генома или эпигенома способствуют тому, что тот или иной паттерн социального поведения оказывается эволюционно выигрышным? Это отдельная тема абсолютно, да? Но в плане роли социального функционирования, социальной адаптации в механизмах формирования психической патологии, это очень важная история. Если совсем упростить ситуацию, можно сказать, что биопсихосоциальная модель — это социализированная трактовка огромной проблемы или концепции под названием взаимодействия генотипа и среды. Мы понимаем, что фенотип, то есть внешнее проявление генотипа, никогда не доступны ни исследователю, ни наблюдателю без того, что среда неким образом меняет ситуацию. То есть преломление. Преломление. Оно может быть нейтральное, оно может быть резко противоположное, оно может быть, наоборот, поддерживающее. Таких примеров очень много. И если мы на эту очень простую картинку посмотрим с точки зрения риска развития психических заболеваний, мы можем получить намеки для ответа на некоторые вопросы. Очень серьезный вопрос, он актуален, например, шизофрения. 81% наследуемости. Биполярное аффективное расстройство. 85% наследуемости. Что это? Это означает катастрофу для людей, где есть эти заболевания, для их потомства. Или это означает ситуацию совсем другую. Когда, имея грамотное, взвешенное, трезвое представление о ситуации, ты в состоянии изменять свою судьбу и судьбу своего потомства. Это очень сложный вопрос. Корректируя среду. Это очень сложный вопрос. Мы не можем изменить свой генетический риск. Но у нас есть все инструменты для того, чтобы попытаться, будучи средой, а ведь мы среда для своего генома, правильно? И наше микроокружение, и то, как мы живем, наша семья, наши дети — это социальные эффекты. Так вот, в рамках этой модели мы можем не изменить свой генотип, а мы можем сдержать проявление генетического риска какого-то заболевания, в частности, психиатрического. Два слова о генетическом риске. Это такое краеугольное важнейшее понятие. И надо понимать, что это прежде всего математика. Это, прежде всего, вероятность, которая, кстати говоря, в продвинутых GVAS исследованиях и в постгеномных исследованиях очень хорошо оценивается математически. Тем не менее, это вещь, которая закладывается при зачатии, и мы не можем на нее повлиять, и не можем ее изменить. Общие представления говорят о том, что генетический риск любого заболевания распределяется в популяции неким образом. Это может быть распределение близкое к классическому спектру, это может быть распределение с огромными пиками, как, например, для шизофрении. Маленькое количество людей имеет очень высокий генетический риск. Для депрессии ситуация другая. Там очень напоминает нормальное распределение, и людей, скажем так, со средним риском депрессии достаточно много. То есть ситуация другая, хотя это в рамках той же самой психиатрии. Теоретически можно предполагать, что наследственные формы заболевания, кстати, отдельная история, существуют ли наследственные формы психиатрии. То есть до сих пор нет определения. Этой ситуацией я бы ее назвал двулеким янусом. Практики клиницисты знают, что есть. Научно не доказано. Почему не доказано? Это большой вопрос. Одна из целей генетических исследований, конечно же, выявление наследственных форм. И если их где-то искать, то, конечно, их нужно искать в той части популяции, где концентрируются высокие уровни генетического риска. Что нужно для того, чтобы генетический риск реализовался? Чтобы он перешел в факт заболевания. Когда человек уже знает, что он болен, или родственники знают. Когда они доходят до врача, когда ставится первый диагноз, в ситуации, так называемой, продромой. Если мы понимаем свою продрому, когда у нас грипп, то мы не понимаем свою продрому, когда у нас что-то не то с психикой. В этом случае биопсихосоциальная модель оказывается очень полезна. Мы можем смотреть на домены, которые касаются личных социальных факторов, как триггеров или модификаторов этого риска. Условно говоря, при высоком уровне риски ничего не нужно особо, чтобы произошло, для того, чтобы заболевание манифестировало. При низком риске триггеры и модификаторы должны достаточно сильно повлиять на то, чтобы даже небольшой уровень генетического риска оказался реализованным. Это очень хорошее функциональное понимание, как может работать биопсихосоциальная модель. Не просто как лозунг для организаторов здравоохранения, а именно как парадигма для выстраивания научной методологии. Если есть генетический риск, то нужно его как-то померить. Нужно попытаться его пощупать, посмотреть и попробовать в конечном итоге прийти к тому, чтобы у каждого отдельного человека, независимо от его диагноза, пола или возраста, оценить генетические риски того или иного заболевания. На что ориентироваться? Завершился проект «Геном человека» в начале 2000-х. Мы расшифровали некое количество геномов. Мы с удивлением увидели, что каждый из нас отличается друг от друга очень сильно, а при этом геном человека и геном шимпанзе отличаются на полпроцента. Опять возвращаясь к вашему первому вопросу, человеческий мозг, то, что делает нас гомо-сапиенс. А при чем тут генетика? Полпроцент разницы. Это великая загадка, и, мне кажется, она очень важна и интересна, потому что без загадок наука развиваться не может. Я не мог обойтись без картинки про слона. Да, наша программа без нее тоже не обходится. Без картинки про слона и про то ли пять, то ли шесть слепцов, у которых, согласно легенде, я не помню, она индийская, какая-то восточная. О том, что у них была задача рассказать, что это. И им дали для изучения неизвестный им объект, достаточно больших размеров, и очевидно, и мораль этой истории такова, что мне немного, но мы не можем прийти к реальности. К сожалению, и это действительно очень серьезная проблема, в психиатрии этот слон — это то, что называется психиатрический фенотип. Потому что в отсутствии валютных маркеров, в отсутствии лабораторной диагностики, в отсутствии возможностей независимой оценки состояния пациента, не надо забывать, что психиатр ставит диагноз исключительно на основе общения с пациентом. Общение. То есть болезнь проявляет себя через сложные системы, через поведение, через вербализацию, через особенности эмоциональной сферы, через нарушение когнитивных функций. И врач должен собрать все это вместе и выставить диагноз. Собрать слона. Да. И это будет называться диагностическим фенотипом. Я привел просто перечень. На самом деле можно гораздо больше выделять разных способов фенотипирования. Динамический фенотип — крайне важная история в генетических исследованиях. По-русски слово «life time» и «current» переводить плохо. Условно говоря, «life time» — это диагноз хотя бы где-то когда-то, раз в жизни было. Когда вы собираете выборку в миллион человек, а это реальность сегодняшних дживас-исследований в психиадрии, вы обязаны ориентироваться на «life time» ситуацию. Более того, вся эпидемиология в психиадрии основана на ситуации «life time». Эта эпидемиология говорит, что частота встречаемости шизофрении в популяции не превышает 1-1,5%. Мы к этой цифре привыкли, мы ее знаем. А вот с депрессией ситуация кардинально противоположная. От 3% популяции до 18% популяции. Потому что депрессия — это не шизофрения. Поставить диагноз гораздо сложнее. Обращаемость пациентов на порядок ниже. Женщины обращаются чаще, чем мужчины. Есть представление о том, что депрессия — женское заболевание, что является совершенно неверным. И эпидемиология все-таки хорошая настоящая эпидемиология, в том числе и генетическая эпидемиология, она оперирует и показателями «life time», то есть когда-либо в жизни, и «current» в настоящее время. Так вот, с точки зрения генетики, по идее, нам не нужна ситуация текущей депрессии. Но, опять же, надо правильно формулировать, эта текущая депрессия не носит клинического характера, это просто плохое настроение. Ситуативное, может быть, да? Нормальная реакция на удручающие события. Либо это результат какого-то соматического заболевания, коморбидный фенотип. При огромном количестве заболеваний отмечаются симптомы депрессии, которые могут пройти, а могут не пройти. И при проведении дживаса по депрессии, как мы можем гарантировать себя, что мы взяли в исследование людей с настоящей клинической депрессией? Или это не так, и, соответственно, наши данные искажаются? Психометрический фенотип. Это ситуация, когда мы пользуемся психометрическими инструментами, различными опросниками, как правило, это самоопросники. Мы выносим за скобки клиническую историю, и мы характеризуем пациента и здорового, потому что мы контроль должны точно так же описать, с точки зрения инструментов, переводящих нашу с вами личность в некие баллы, цифры, оценки, проценты и так далее. Психологический фенотип. Психология от психиатрии малоотделима, и более того, сейчас современная настоящая психология, которая является математической дисциплиной, по сути, она все больше сближается с психиатрией. Как мы должны к психологическому фенотипу относиться? Психолог не может поставить диагноз, но психолог может дать очень качественные данные, которые, возможно, дадут нам представление о фенотипе или об элементах этого фенотипа, которые имеют очень сильную генетическую основу. Ярким примером является представление о нейротизме. Плохо переводится на русский термин. Тем не менее, изучение нейротизма как фенотипа самого по себе в рамках депрессии, в рамках шизофрении и так далее, с помощью масштабных дживасов за последние три года показывают фантастические результаты. И возникает вопрос, а может быть это важнее, чем диагноз, который поставил психиатр? Это возможно. Когнитивный фенотип. Когнитивная сфера человека важна, и она очень часто и очень быстро страдает у пациентов. В некоторых ситуациях она страдает первой. В некоторых ситуациях пациент находится в очень неплохой ремиссии, ему помогает терапия, у него есть хороший врачебный патронаж, но когнитивные его способности не восстанавливаются. И может быть через когнитивную сферу можно так охарактеризовать пациента для масштабного исследования, что мы найдем самый важный элемент, который нам поможет раскрыть ключиком все остальные. Не могу не сказать об эффектах пола, эффектах возраста, сопутствующих заболеваний, и конечно же фармакотерапии. Потому что фармакотерапия и психиатрия очень сильно влияет на то, что мы готовы признать фенотипом пациента. Условно говоря, если мы в наше исследование включим часть пациентов первичных, которые только-только-только узнали о своем диагнозе и только-только-только начинают терапию, и пациентов, которые имеют многолетний стаж, десятилетия борьбы с болезнью, терапией, то мы сами себя снова запутаем. И этот слон может оказаться подарком. Будет другой слон, и нас все больше, и способов фенотипирования все больше. И это важная попытка ответа на вопрос, кто виноват с точки зрения фенотипа. Следующий участник. Может быть виноват генотип. Вот на этом слайде показаны уровни наследуемости, вывезенные в порядке убывания от максимума для биполярного фиктивного расстройства и до минимума в 28% для генерализованного тревожного расстройства. Виноват не генотипы и виноват не фенотипы. То есть какой-то клинической логики в этой последовательности выстроить невозможно. Здесь совершенно разные болезни, включая зависимость от психоативных веществ. То есть прямой связи между уровнем наследуемости и клинической структурой фенотипа мы увидеть не можем. Ситуация с генетической корреляцией. Эти данные стали доступны после первых дживасов. И, к сожалению, а может быть и к счастью, мы видим, что уровень генетической корреляции, то есть, грубо говоря, уровень генетической общности между разными нозологиями, и, соответственно, между разными фенотипами, в максимуме достигает 80%. И вот эти находки подводят нас к тому, что, возможно, попытки выстроить правильное фенотипирование должны быть пересмотрены. Скорее всего, это такая современная точка зрения, нуждается в доказательствах, что существует некое психопатологическое ядро, генетическое, а то, каким образом оно будет проявляться в виде личностных изменений, в виде когнитивных изменений, в виде будущего диагноза. Как бы хардвер и софтвер. Не совсем так. То есть, это психопатологическое, генетическое ядро, оно как бы есть. А специфичность направления, в том числе и диагностическая, оно, возможно, определяется некими какими-то другими вещами, которые мы пока еще не хорошо понимаем. Нельзя не сказать двух слов о среде. Потому что семья и школа, как известно, виноваты во всем. В ситуации, о которой мы говорим, важно понимать, что все зависит от того, как мы оцениваем среду. И если у нас есть геном, протеом и транскриптом, то у нас, конечно же, должен быть и инверо. Что, собственно говоря, можно сделать? Надо попытаться, во-первых, успокоиться, логически проанализировать ситуацию, взять то, что известно хорошо, известно с высоким уровнем доказательности, и попробовать сделать хорошие, большие исследования, желательно мультицентровые, для того, чтобы попытаться ответить хотя бы на часть вопросов, о которых мы уже успели поговорить. Вот этот слайд суммирует сложности и проблемы, которые есть в психиатрии с точки зрения генетики. Множество генов со слабым эффектом, большие сложности, возникающие при анализе разных этнических гетерогенных групп, диагностическая слабость и перекрывание, представление о патогенезе тоже разнообразное, но с очень маленьким уровнем доказательности, ситуация одновременного существования психических и соматических заболеваний или коморбидность, и, конечно же, отсутствие надежных и верифицированных объективных тестов. Здесь перечислена очень краткая информация о том, что можно попытаться сделать для того, чтобы эти проблемы решить. На сегодняшний момент мы вступили в этап так называемой постгеномной эры, когда развитие технологий привело к развитию научных подходов, которые позволяют вот это огромное разнообразие информации, в основном математической, перевести в логические конструкции, привязать с фундаментом, который уже имеется, и, соответственно, наметить возможности дальнейшего развития. Что нам принесла постгеномная эра? Эти исследования сейчас находятся в самом расцвете в области биологической психиатрии и психиатрической генетики. Это полигенные шкалы риска, то есть попытки оценить материальную сторону того, что мы называем генетическим риском того или иного заболевания. Оценка наследуемости. Это такой специфический подход. Важно то, что, когда мы получаем данные GVAS и оцениваем наследуемость на основании S&P, то для той же шизофрении мы имеем 80% из близнецовых исследований, здесь мы получаем 30%. Известная история под названием «потерянная наследуемость». Пока мы не знаем, собственно говоря, куда она девается, мест, куда она может деваться, очень много, начиная от эпигенетики, генсредовых взаимоотношений и так далее. Оценка генетических корреляций. То есть огромные данные, которые нам дают современные GVAS и позволяют нам оценить генетические корреляции между абсолютно любыми фенотипами. То есть любовь к бананам и риск развития жизофрении, и нейротизм, и женский пол. Вот это все мы можем посмотреть с точки зрения генетических корреляций. Часто эти результаты абсолютно бессмысленны. Но это зависит от того, что ты выбираешь для анализа. Если ты выбираешь фенотипы, которые клинически связаны, которые важны с точки зрения социального функционирования или фармакотерапии, то результаты, которые получаются, они достаточно интересны, прагматичны и могут быть использованы дальше. Генетическая валидация фенотипов. Вот это очень важная история. То есть мы сейчас подходим к тому, что с помощью генетических методов и результатов современных GVAS, почему это называется подгеномная эра. Мы знаем, как устроен геном. Мы получили первые инструменты для анализа генома. А теперь на этапе постгеномной эры мы начинаем понимать, что с этими результатами делать, как их можно применить. И вот генетическая валидация как раз и позволит преодолеть огромное количество проблем, которые сейчас стоят перед биологической психиатрией. То есть есть надежда, что здесь нащупается какой-то маркер? Это даже не надежда, а это такая хорошая уверенность. Потому что мы понимаем, что не будет одного маркера. Будет некая, скорее всего, гибкая, возможно, динамическая система из этих маркеров с некой внутренней логикой. Потому что последний пункт, Менделиан рандомизейшн, это, пожалуй, наиболее сейчас такой... Ну, слово «хайп» здесь неправильное, но, тем не менее, это важнейшее направление, которое позволяет на основе доказательств выстроить логические причинно-следственные связи. То есть то, что не хватало биологической психиатрии и не хватает за всю историю ее развития. Вот это картинки, которые нам любезно предоставили наши коллеги. Это международная консорция. Да, крупнейшего консорциума по психиатрической геномике. Вот конкретно это Майкл Удонован и дальше будут слайды Валентина Эскотт-Прайс из Кардивского университета. Очень хорошо показано, что 30 тысяч, 40 тысяч это количество пациентов, включенных в GVAS. А здесь отложено количество неких генетических вариантов, которые зарекомендовали себя в качестве маркера. Видно, что чем больше объем исследования, тем больше находятся этих маркеров. Ну еще им, конечно, хорошо. У них UK Biobank. UK Biobank, я так и знал, что вы о нем спросите. Я ни слова об этом не говорю. А почему? Вообще это тема отдельного разговора. Нет, но у них есть база. Это тема отдельного разговора. У них рука это все есть. Я их спрашивал. Мы проводили в Петербурге в декабре прошлого года вторую конференцию психиатрической генетики. Они там приезжали. И я спрашиваю, ребята, UK Biobank это что? Они говорят, это частная компания. Я говорю, не может быть. Да. Это частная компания. У нее есть некоторые преференции от государства. Она минимальная. По налогообложению, не более. На сегодняшний день в UK Biobank собрано очень много всего. Редкое исследование Дживасовска обходится без использования. Потому что они грамотно собрали хорошую часть своей популяции. На сегодняшний день там хорошо описано около 500 тысяч человек. Причем этнически разнородные. Они все-таки ориентируются на свою структуру популяции в Великобритании. Да, на самом деле. Вот еще одно исследование достаточно новое. Вот 67 тысяч пациентов, 94 тысячи контроля. То есть 10 лет назад это была не просто фантастика, даже не научная фантастика. Астрономичная. Это было невозможно. Что получилось? Что типичное ОР или отношение шансов, простым языком, вклад каких-то вариантов меньше 10%. В то же время удалось объяснить около 33% генетической подверженности вот на такой выборке пациентов. Это на самом деле исследование шизофрении. С шизофренией все гораздо проще. Там более понятная диагностика, тяжелые пациенты и так далее. Вот посмотрите, с 2008 по 2019 год это три ключевых публикации этого консорциума, которые начинали с 3000 в 2008 году, 21 тысячи, не помню в каком, в 2012, наверное, и на сегодняшний день более 100 тысяч пациентов включено в исследование. Кто виноват? Эта картинка оценивает относительный риск, то есть вклад каждого генетического варианта в формирование генетического риска, а здесь отложены частоты встречаемости этих генетических вариантов. Хорошо видно, что большинство S&P или так называемых распространенных вариантов дают минимальный вклад в формирование генетического риска. При этом их очень много, и их очень удобно использовать для так называемого маркерного описания генома. То есть любой чип, на котором проводится GVAS, он содержит на сегодняшний день 600-700 тысяч, некоторые до миллиона вот этих самых S&P. Но благодаря разным процедурам, биоинформатическим, оценке сцепления и так далее, и тому подобное, фактически в анализ, с помощью процедуры так называемой импутации, включаются миллионы этих S&P, которые позволяют сформировать портрет генома. А вклад редких вариантов, частоты которых напоминают мутационные, он наоборот достаточно высокий. Но это отдельная такая область. Мы не можем сказать, что риск заболевания шизофрении вызван мутацией или даже мутацией ДНОВА, которая встречается и она анализируется. Скорее всего, есть некий комбинированный процесс, который, тем не менее, нуждается в очень четком понимании. То есть, если убрать вот эту часть и не думать о редких вариантах, получается, что вклад совсем небольшой. И вот эта потеряемая наследуемость, где она, собственно говоря, находится. Может быть, эти варианты какие-то вклады дают. Но среди пациентов, когда проводится секвенирование, то есть глубокий анализ генома, выявляются редкие варианты и мутации ДНОВА, но их мало. И только с помощью их риск развития шизофрении объяснить практически невозможно. Полигенные оценки риска. Абсолютно математическая история, тем не менее, очень полезная для того, чтобы на основе данных больших дживасов попытаться построить некие оценочные шкалы, которые позволяют с хорошей вероятностью оценить риски развития заболевания. Очень часто задают вопросы, когда мы можем применить это в практику. Объективный ответ такой — никогда. Потому что это, прежде всего, научный инструмент. И с его помощью мы пытаемся продвинуться на пути понимания формирования риска. То есть, да, какие-то тысячи, сотни СНП входят в этот полигенный скор. И мы можем разделить, вот классическая картинка, темная — это пациенты, белая — это контроль. То есть, распределение вот этих полигенных скоров должно быть максимально друг от друга удалено. А здесь есть перекрытие существенное. Оно есть. И вы совершенно правильно задаете вопрос. Если мы через 150 лет будем иметь генетические паспорта, и мы будем с рождением, нам все посчитают, да, заранее, что у тебя есть 64,5% развития шизофрении, твои действия, что ты делаешь, как ты живешь, как ты планируешь свою жизнь, начинаешь ли ты лечение до постановки диагноза. Такие тоже есть предложения, на самом деле. Инструмент крайне важный, крайне интересный, и, безусловно, за ним большие, по крайней мере, научные перспективы. Вот эта картинка, тоже предоставленная коллегами из PGC, показывает условное соотношение даже не образцов, которые включены в PGC-исследования, а уровень знаний о геномике в разных странах. Наша страна имеет, если посмотреть на эту шкалу, менее 20%. Но это логарифмы, тут непрямое соотношение. В чем проблема нашей страны? Наша популяция крайне интересная с точки зрения генетики. Она большая, она полиэтничная, она географически очень неравномерно распределена. Она представляет из себя этнический конгломерат, а это очень важно с точки зрения анализа социальных факторов, потому что они тоже важны для развития заболевания. Наша популяция не изучена. Ни одного G-VAS-исследования в психиатрии на сегодняшний момент не проведено. Данные о нашей популяции, если нет исследований, они неизвестны. Они неизвестны ни нашим ученым, ни нашим врачам, ни нашим организаторам здравоохранения, ни зарубежным коллегам. То есть, условно говоря, сейчас PGC у них такое новое направление. Они говорят, хорошо, мы более-менее изучили европейцев, немножечко изучили популяцию Соединенных Штатов, которые легко кластеризуются на афроамериканцев, азиатов и белых, условно. Но давайте теперь изучать совершенно разные этнические группы, говорит PGC. Российская популяция это естественный конгломерат. Он сформировался исторически, у него есть свои особенности. Не изучен. У нас нет национально-геномных данных и практически мы сейчас представляем такую терро-инкогнито с точки зрения геномики, психиатрии, ну как бы в популяционном смысле. Задачи, которые собственно стоят, их нельзя решить в одном институте, их нельзя решить даже если два хороших очень центра с хорошими профессионалами, с большой там большим опытом, с качественной приборной базой объединяться. Поэтому три года назад была проведена вот первая конференция по генетике психических заболеваний и был образован российский национальный консорциум для того, чтобы собственно говоря решить эти проблемы в нашей популяции. Это не значит, что мы занимаемся только исключительно психиатрической генетикой в России вовсе нет. Консорциум эта система вы же в партнерстве с этим она открытая, мы работаем со всеми кто с нами хочет работать. Консорциум не принадлежит к какому-то научному объединению. Собственно говоря, при организации, при формировании консорциум мы взяли за основу именно лучшие образцы. То есть никакого ведомственного подчинения, ничего такого. Потому что например тот же PGC, это мировой лидер не привязан ни к одному университету. То есть это научное объединение, объединенное общей методологией, общими подходами. И наш консорциум имеет ряд особенностей. Мы изначально заложили очень плотное сотрудничество между врачами-психиатрами и специалистами в области генетики. То есть мы изначально хотим преодолеть проблему фенотипирования на методологическом уровне. Что еще важно? Важно, что в рамках нашего консорциума весь процессинг происходит в России. Весь генетический анализ делают в России, всю биоинформатику делают в России, пациенты и контроль естественным образом собираются в России. И так исторически сложилось, что даже на первых этапах формирования консорциума нам удалось охватить разные регионы страны, что очень важно. У нас есть коллеги из Москвы, Петербурга, Дальнего Востока, Поволжского, Уральского региона, Сибири. То есть уже на этапе начала формирования у нас такая получилась неплохая национальная сеть. Основные наши участники представляют ведущие учреждения, которые занимаются этой проблемой в нашей стране. Эта структура соответствует географическому распределению. В 2018 году мы стали частью Российского общества психиатров, что крайне важно для того, чтобы в клинической тусовке нас принимали бы не как непонятных биологов, которые какими-то чудесами занимаются, а толку никакого. то есть этот принцип базового единства клинического подхода и биологического мы заложили здесь. То есть мы сейчас часть Российского общества психиатров, мы проводим совместное мероприятие, и когда мы новый центр исследования включаем, а это, как правило, большие региональные психиатрические больницы, то они понимают, кто мы такие, и понимают, зачем нам работать вместе. Вот в 19-м году у нас в журнале «Молекула Русайкаэтре» вышла программная статья, то есть у нас была задача рассказать о себе. То есть с учетом ситуации, которую я описал, о том, что российская психиатрическая генетика неизвестна, это не значит, что ее не было. Коллеги работали, мы все работали какое-то время в разных вариантах и так далее. Но современный уровень анализа, современный уровень исследований, конечно же, требует того, чтобы о нас узнали и с нами начали работать и вообще узнали о том, что в России в принципе существует такая наука и такая организация. Два проекта пилотных по шизофрении и алкогольной зависимости мы завершили. Это проекты были начального этапа, это использовались образцы, которые ранее набирались коллегами. Сейчас идет биоинформатика, по шизофрении мы вступили в сотрудничество с PGC, что очень важно. То есть уже российские данные они и до этого поступали, но на сегодняшний день представленность российских данных по шизофрении в PGC гораздо выше. По алкогольной зависимости это первый случай, то есть тоже с PGC мы начали работать. И наши проекты они сделаны не для того, чтобы мы работали с иностранцами, они сделаны для того, чтобы в России появлялись собственные исследования. Текущие наши проекты по депрессии и по алкогольной зависимости. Здесь совершенно другой дизайн, это заново набираемые когорты пациентов и контроля с очень строгими требованиями к фенотипам, с полностью единой методологической системой. Вот у нас два интересных проектов с компанией генотек, это российский аналог американской 23 инмии, совершенно верно. И надо сказать, что начало сотрудничества с ними образовалось в результате того, что в журнале Нейча вышла статья года три назад, если можно, я расскажу, это очень интересная история, где было три соавтора. Ну, физически их было гораздо больше. По сути, это был один ученый из Гарварда, один. Это была команда 23 инмии, и это была команда компании Pfizer. И это было первое GVAS-исследование, когда выборка перешагнула за полмиллиона человек. Они использовали клиентскую базу 23 инмии. Pfizer имел свой интерес, потому что один из вопросов, которые задавались клиентам 23 инмии, принимаете ли вы антидепрессанты. И в этом исследовании первый раз была предложена концепция минимального фенотипа. Авторы сказали, нам не надо, нам не нужны психиатры. Мы зададим два вопроса. Были ли у вас когда-либо периоды сниженного настроения или депрессии? И второй вопрос, принимали ли вы когда-либо антидепрессанты? И этого достаточно для построения хорошего фенотипа? Мировое сообщество разделилось на две части. Первая часть сказала, что ребята, забудьте выбросить. Но то, что это публикует Nature, а мы понимаем, как работают подобные журналы, и то, что это все-таки Гарвард, а не только 23 инми, заставляет задуматься, а может быть за этим будущее, это на самом деле так, потому что вслед за этой работой появились очень похожие работы по минимальному фенотипированию. И мы попытались в России с аналогом этой компании сделать нечто похожее, совершенно других принципов. Мы не такие вопросы задаем, мы пытаемся применить хорошие, скажем так, параклинические опросники, и вот у нас есть первые результаты, и мы очень надеемся, что из этого вырастет какая-то достаточно интересная работа. Я вышел из регламента, извините, большое спасибо. Спасибо, успехов вашему национальному консорциуму. В рубрике по скрипту я хотела спросить вас вот о чем. Относительно недавно в американском журнале психиатрии были опубликованы результаты такого же Дживаса, полногеномного поиска ассоциаций, но по суицидальным попыткам при расстройствах, при трех расстройствах психических, это именно большое депрессивное расстройство, биполярное и при шизофрении. Как вы уже сказали, тысячи были проанализированы людей с попытками, а в контрольной группе были люди без попыток, но все равно страдающие каким-то из перечисленных расстройств. И в каждом из трех случаев были получены результаты, свидетельствующие о наличии генетически значимых локусов. Мой вопрос такой, как вы оцениваете эту работу, ведется ли что-либо подобное у нас, судя по тому, что вы пока в самом начале, наверное, нет. А главное, что меня интересует, всегда ли рассматривается суицид в рамках какого-то психического расстройства, или генетические исследования по суицидальным попыткам могут быть сами по себе отдельно, необязательно включенные в психическое расстройство. Вы меня провоцируете. Вы задали по минимуму три вопроса. Ну, они же перекрываются. Они перекрываются. Как лучше ответить? Тремя разными ответами? Как вам хочется. Если вы не хотите отвечать на какой-то... Я очень хочу. Я не обижусь. Это очень на самом деле правильный хороший вопрос. Давайте попытаюсь сразу на три ответить. Как скажите? Зайду с простого. В нашем консорциуме есть коллеги, которые много лет хорошо и качественно занимались генетикой суицидального поведения. Это такой проект у нас стоит на повестке дня, и мы бы очень хотели этим заниматься, но тут есть достаточно серьезные сложности организационного плана, потому что люди, перенесшие суицидальную попытку и выжившие после нее крайне сложны для изучения, и в нашей стране в основном они находятся в отделении скорой помощи, а не в психиатрических клиниках. Это первая страна. ДНК получить можно? Понимаете, ДНК получить и больше ничего, это значит сделать бесполезную работу и потратить много денег. Кроме ДНК нам нужно понимать, что перед нами. поговорить как минимум. Что перед нами? Потому что в вашем вопросе есть вещи, которые на самом деле более серьезны, чем кажутся. Всегда ли суицид находится в рамках психического заболеваниях? Не всегда. Есть статья доведения до самоубийства уголовная. Она подразумевает, что не всегда. Не знаю. На обывательском уровне. тема суицидального поведения, я бы именно так формулировал, не суицидов, а суицидального поведения. Она очень интересная. границу проводит четко. И она очень сложная. Потому что есть хорошие доказательные цифры. О том, что уровень суицидов среди пациентов с депрессией выше, чем среди пациентов с шизофренией. И выше они оба, чем в общей популяции. Это цифры хорошо известны. это говорит о том, что да, безусловно, попытки суицидов, успешные или неуспешные, они действительно очень тесно связаны с психическим заболеванием. Но есть суициды, например, подростковые. Это актуальнейшая проблема, которая на самом деле в большей своей части могут быть и не связаны с тем, что у человека манифестировало психическое заболевание. Вовсе нет. Суицидальность сложна для изучения, потому что люди, которые удачно совершили эту попытку, естественным образом выбывают из исследований. И мы никогда не узнаем, что там на самом деле было и как. Есть множество исследований постмортем на тканях головного мозга. Это немножко другая ситуация. Мы изучаем уже неживой мозг и мы можем делать некие предположения, которые могут либо оправдаться, либо не оправдаться. В примере статьи, которые вы привели, очень хорошо видны недостатки. Это консорциум международный. Нет, я же не говорю, что они делали плохо. в истории очень много недостатков системных, которые можно было бы избежать, но это нельзя сделать. Например, пресловутая проблема формирования фенотипа. Как правильно сформулировать фенотип, как правильно отобрать пациентов, а потом сделать маленькое исследование, дживаз, или мега-дживаз. И мы прекрасно понимаем, и авторы прекрасно понимают, что когда ты набираешь 500 тысяч, у тебя есть высокий риск того, что там другие, не те фенотипы, которые тебе нужны. И сейчас проблема фенотипирования вообще выходит на самом деле на первый план. Говорят как? Это и суицидов касается тоже, это общая такая история. С одной стороны, какое самое лучшее фенотипирование? Это чтобы все 500 тысяч прошли через врача. Это возможно? Это возможно на интервале 50 лет. Таких ни у кого нет возможностей. Все получают финансирование, на финансирование есть сроки, и все понимают, чем больше группа набрано, тем больше математическая сила этого исследования. Мы понимаем, что генов много, эффекты небольшие, если мы набираем очень большую группу и делаем некий компромиссный фенотип, вот тут самый важный момент, то мы либо получаем прекрасные результаты, либо мы не получаем ничего. Вот в той работе, о которой вы говорите, меня лично настораживает то, подход к фенотипированию такой, скажем, немножко упрощенный, ведь суицидальность это не является неотъемливой частью человеческой личности. И когда они берут людей с суицидальностью при разных психических нозологиях, это интересное сравнение, но оно скорее отвечает на вопрос о том, какая связь и насколько она сильная суицидальности с конкретной жезопринией, с биполярным эффективным расстройством и так далее. Насколько значимы эти генетические локусы? Это генетические корреляции внутренние. Если возвращаться к гипотезе о существовании психопатологического ядра, то специфичность проявления, то как легко человек подходит к этой границе или как легко он может ее преодолеть, возможно, это тоже какой-то вариант, который касается некой специфичности проявлений. Как я к этому отношусь? Это часть была ваша. Хорошо отношусь, потому что любое хорошее исследование это здорово. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо за приглашение.